Дорогие друзья, снова здравствуйте. С вами канал Антон Цуньсин. Мы продолжаем свои интересные обзоры. И сегодня к нам попал на обзор Toyota Prado 120. Посмотрите. Продолжение следует. 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 это дело хозяин сделал перешили салон в принципе выглядит достойно красиво насколько качественная я сильно не знаю еще но он начал уже смотреть так как салон недавно перешит уже какие то есть потертости значит как бы не совсем удачный материал не совсем на самый самый лучший по задней части автомобиля что у нас тут вместо тоже достаточно уже присаживался сидушка отодвинута полностью назад маленечко может быть меньше чем конечно в крузаке ну зато вместо над головой очень много давайте посмотрим на багажник запасное колесо установлен на задней части багажника что наверное даже лучше будет есть комплектация которую вниз машины устанавливаются но так как вот этот съемный механизм постоянно попадает туда грязь вода он закисает и когда проколол колесо бывает что просто невозможно снять колесо снизу здесь же как бы удобно но есть и проблема с этим колесом провисают петли посмотрим как здесь а здесь нету здесь нормально все меняли петли не меняли но от багажных принципе просторный человек видать тоже любит снег заехать три лопаты какой-то штатный бутылок установлен что-то как-то мне не очень нравится заднюю дверь вообще мне нравится не провисшая ни разу задние фары какие-то притемненные по-моему стандартные стоят так ну в целом посмотрели да машина в круг обошли из проблемных вещей наверное да про этот конкретно дизель мы поговорили это система common rail который требует там замены после 100 тысяч форсунок что очень дорого получается и поршня со временем там начинают трескаться по подвеске по подвеске у нас нижние шаровые в целом больше проблем то наверно по подвеске нету есть комплектации с пневмо подвеска которая сзади есть поружинная у нас поружинная ну и наверное скажем все задний мост у нас без блокировки здесь комплектация простая постоянно полнопривод здесь украина постоянно полнопривод на разных мотоциклах ездит парень лето не за горами уже мотоциклисты квадроциклы поехали нам продолжаем обзор сейчас наверное прокатимся посмотрим в салоне как он едет расскажем вам вообще какие ощущения за рулем так что с посадкой с посадкой у нас тут полный порядок удобно да у сидушки то такие прям удобные ну то есть в плане поддержек немного узкие для меня ну в целом как будто так вот в литой сидишь так руль по высоте да уже не электро здесь так а по поводу тоже вытягивается да ладно посмотрите пристегнемся ребята пристегивайте всегда за рулем безопасность за рулем это прежде всего самое главное машинами граники отлично дизеля даже не слышно практически салоне а чё в самом верху сцепление то ли менял что-то со сцеплением она уже устает так ну что можно сказать педали в принципе удобно расположена сцепление немножко жестковато здесь сцепление простое без вакуума просто немного жесткая так мы все на динамику вообще неплохо ездить прям достойно этот хорошо едет в отличие от патруля да ну да разница то есть в общем нифига он едет офигенно мне вообще нравится при таком расходе 8 10 литров трасса 12 город вообще достойно такой прям динамика турбина где-то срабатывает наверно да она сразу подхватывает вообще подкидывает сними тахометр под нашему смотри как быстро подкидывает ну да с двух до трех да сразу вообще сразу мне нравится и сидеть удобно управление удобно в принципе у тойота есть тойота все под руками что-то прокатимся более похуже дорога послушаем она вообще мотор не слышно но мягенькая машинка довольно мягкий мягкий автомобиль очень странно конечно что у него скорость включается вверх вперед я даже не подозревал что у них так расположена порядок скоростей может быть сборка такая что немецкая не знаю какие то здесь отличие есть про это посмотреть то есть печки печки две в машине 1 до как зимой тепло очень очень тепло до все у нас еще и стандартного стеклоподъемники все электрические какая-то магнитола родная с дисплеем что и здесь еще из интересного до установлены вебаста что очень прям для нашей сибири скажем нужно подогрев подогрев сидений подлокотник такой удобно подогрев всех четырех сидений на путь а вот он у нас по вылету регулируется по длине ну и не сам подлокотник довольно-таки большой он сразу буксовать начинает но мне вообще очень нравится динамика то есть по сравнению с патрулем которым мы снимали потом вообще не едет потом мертвый поэтому это машина достойно привезет может быть с патрулем там что-то уже с аппаратурой напутано ну на самом деле динамика мне очень нравится таки правда младший брат двухсотки ну наверно не управление очень похоже на самом деле то есть он довольно такой сбитый и послушный автомобиль мне нравится вот эта механика что очень редко на этих машинах дизель крюшками 6 ступая механика вот из-за этого она и включает туда а на японский рынок они шли его именно ступы если даже попадали снимаешь у нас у товарища есть с 2 и 7 такой же автомобиль там по моему 157 159 занесном 163 лошади надо будет у него еще взять прокатиться посмотреть чем как они отличаются может быть даже в будущем вместе поставим посмотрим у него по моему японец там конкретный японский рынок нет они там уже левый руль там он араб у него ничего он будет и подкидывает вообще да не сытый чё ты мне не знаешь что вот эти машины легко переворачиваться пройдите в отличие от сутки мне он разгоняется уже не нравится ну что можно сказать по салону снимали предыдущие все автомобили да ну там они немного старее были годами но здесь же вообще тут не пластик не гремит ничего не скрипит мне то есть вообще очень нравится я как-то к этой машине как-то все равно как-то относился всегда мне всегда нравился крузак сотый и так далее но немного побольше машина но скажу про эту машину мне она очень понравилась прям очень нравится сидеть удобно послушная скажем так если тебе 25 и выше эта машина для тебя очень достойный вариант и по налогу да ну тут вообще по налогу 278 174 лошади вообще ни о чем то есть хотите крузак вот правда да она все мягенько в стиле toyota разгон мне вообще тут динамика прям нравится это желая знаю что типа трешки не хватает не только но что там какая-то динамика спорткара но правильный запрос вы очень хорошо но сколько ты владеющий но человек владеет два года и кроме того как какие-то расходники там колодки масла ничто ни с чем не сталкивался единственное он поменял топливную систему на нее он попал да а больше ничего не встречалось никаких проблем да и сам честно говоря я почитал немного да за них ну и раньше все равно интересовался по подвеске тут никаких нареканий на него нет вообще вот единственное вот эти вот нижнего нижний шаровый это они мощные там стоят но не мощный стоят но все равно да что на сотом крузаке что он 200 я думаю надо за этим всегда следить за этими нижними шарами мне нравится вообще все прикольная машина ценовой диапазон наверно таких автомобилей идет от миллиона от 900 массе астая нормальном состоянии ну скажем от миллиона до именно 120 наверно до миллиона четыреста можно даже рассмотрим за миллион четыреста уже наверное 150 можно не при этом состоянии все равно продают ну если вы захотели себе такую машину готовьтесь наверно к миллион двести именно можно можно найти достойное состояние и с одним хозяином даже можно начинаете потенциал проходимости до хорошие когда конечно не патрал я думаю чем он ну наверно привлекает всех автолюбителей именно вот эта модель это цельно жесткая рама задний мост да но постоянно полный привод и наверное компактнее он будет чем небольшой расход топлива и налог сам сам по себе кузов компакт не чем допустим крузак сотка не каждый любит такой большой габаритный автомобиль как это что-то наподобие сурфа да вот это наверно до отголоски сурфа что-то где-то рядом по моему рама у них такая же но в сурфе скажем сидеть не так удобно в сурфе ноги подняты так как кузов наверное по-другому сделан здесь здесь полноценно то есть многие на полу не как обезьяна сидишь на сурфе но это мое мнение не знаю по моему каждого был сурф понимаешь что ноги у так высоко прямо так вот вот поднят на сидишь за рулем а здесь все удобно но и дизель этого вообще в салоне не слышно практически только на оборотах на всем так немного прокатились что можно сказать смотреть чем с чем сравнивать ну наверное давайте все-таки опять не отойдем от от того крузака который вам так нравится и сравним их то есть ландкрузер prada и ландкрузер просто да да что я заметил наверное все таки крузак будет немножко так помягче по вальяжник это же машина немного сбитая такая но в целом мне вообще все понравилось в ней такая прям управление достойная сам дизайн мне нравится покупайте машину наверное советую такую но все-таки смотря что вам нужно по расходам либо 4 литровый мотор который наверно самый удачный здесь ставился бензиновый либо найдите вот такой дизель но будьте готовы к тому что да можно попасть на форсунки еще на какие-то вещи на турбину либо на ваш не наверно лучше мое предпочтение бензинка она и поудачнее ну а в целом вроде вот такой автомобиль советую ставьте лайки подписывайтесь смотрите нас всем удачи всем пока